МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня короткое слово варандей знает весь мир. Ежедневно нефтяной варандейский терминал отгружает сотни баррелей сырой нефти. А когда-то это было мечтой первых геологоразведчиков. Среди первых, кто участвовал в освоении варандейских нефтеносных территорий, был и нынешний ветеран архангельских геолдобычи Ильяс Мамлюдович Апаев. Уроженец знаменого Азербайджана, отслужив в советской армии, он с друзьями приехал в Архангельск, чтобы завербоваться в одной из нефтеразведочных экспедиций. И первой была Мизенская. Два года он отработал дизелистом на буровой в ОМИ. Когда мы летали действительно на вертолете МИ-4, Лишеконске до ОМИ, где-то, может быть, около двух часов полет был. Мы думали, куда мы попали? Ни света, ни освещения, ни дороги, ничего. Один снег лежал. В феврале месяце снег, снег, снег. Все равно с иллюминаторами интересно посмотреть, куда мы летим. А в конце концов пролетели, думаем, поработаем на дороге, деньги, и поедем обратно. А в результате получилось совершенно иное. Так как получилось у меня, это крайний север, второй дом. Первый, где разился в Азербайджане, а все свое сознательное трудо, сознательное время, молодость, все, как говорится, оставлено на крайнем севере. Но я не жалею. Илья с детства был романтиком, любил авиацию, мечтал стать, если не летчиком, то как-то связать свою жизнь с крылатыми машинами. Еще в ОМИ, во вне рабочее время, он часто приходил на вертолетку наблюдать за работой авиаторов. И вот однажды, когда всей бригадой их перекинули на Варанде, он встретился с начальником Варандейской экспедиции Романом Трепсом, который много изменил в судьбе Ильяса. Роман Владимирович Трепс очень искренний, порядочный. Он тоже в работе все отдавал полностью. Так как я еще молодым парнем заметил, замечал за ним, мы очень часто не встречались. Он все-таки руководитель, а я на Буровой еще тогда работал сразу первые полгода. А потом он узнал, я занимался поселом ОМИ на Буровой авиации, встречал, отправлял. Он меня вызвал к себе и попросил, Ильяс, я слышал, ты любишь авиацию, есть у тебя, как говорится, навыки. Поэтому я прошу у тебя, ты будешь работать на вертолетной площадке Варандейской нефтеразведочной экспедиции. Потом я слышал про меня, он, наверное, вызывает секретарша, секретарша потом мне объяснил через день. Я такого мальчишку не видел. Роман Владимирович Трепс, это его слова. Я такого парня еще и не видел в жизни. Кто ко мне не заходил, говорит, спрашивал о зарплате. Он даже вопрос не задал, сколько там, чего, что у меня какая зарплата в конце. Я этого вопроса, как говорится, даже не думал. Я только думал, чтобы не подвести в работе. Так Илья Сапаев стал первым авиадиспетчером на Варандейской вертолетке. А бортов приходилось принимать и отправлять немало. Обустройство первых буровых требовало огромного количества материальных ресурсов. У нас в основном обслуживали второй архангский отряд. Два Ми-8, два Ми-6. Перевозка завязана была летнее время, месяцев 6-7 через крыло. Всего там было 11 буровых выше. 5-6 бурения, 4-5 испытаний и 1-2 вышкомонтажные. Ежедневно перевозили в пределах от 70 до 120 тонн. Когда Илья сработал еще в бомбе и ходил смотреть на прибывающие и отбывающие воздушные машины, он встретил статную девушку Ольгу, которая приехала работать поваром. Через какое-то время она стала его женой. Ну там познакомились. Я тогда работал на буровой, а на МПО. Нет, как-то цветов не было, но когда я ехал в отпуск, как раз через год что-то в отпуск поехал, я ей привез букет цветов через пеши, на доллару садился. Ну половину, конечно, все это раздал. Раздал. Сдоховым, близким. Одним из первых они стали жителями нового варандея. Когда стали появляться первые домики, им выделили комнату и семейная жизнь стала совсем настоящей. В 1976 году у них родилась дочь, которую назвали Татьяной. Эта девочка, кстати, была первенцем в истории нового варандея. Фельдшера там, конечно, еще не было, а везти Ольгу в старый варанде уже было поздно. Да и погода разыгралась не на шутку. Большая метель застилала все пути. Однако единственный тогда вездеходчик Виктор Тетерев не испугался снежного пурана. Он доставил все-таки фельдшера вовремя и роды прошли благополучно. А самого медработника смогли отвезти обратно только спустя 4 дня, когда полярная буря утихла. Со временем появился клуб, школа, дочка прошла первый класс в школу Таня, Татьяна Ильясовна. Понятно, что семейная жизнь с маленьким ребенком в условиях практически полевых дело очень сложное. Но как раз эти трудности и невзгоды по часу изближают людей больше, нежели когда кругом благодать. Первые поселенцы Нового Варандея чувствовали ответственность друг за другом, старались помогать кто чем мог друг другу, понимая, что выжить в экстремальных условиях можно только так, как в известном романе, когда один за всех и все за одного. Жизнь первопроходцев постепенно налаживалась. Люди все увереннее начинали смотреть в завтрашний день. У некоторых стали раскрываться еще и дополнительные таланты. Так, например, в клубе организовали даже свой вокальный инструментальный ансамбль. И тут выяснилось, что супруга Ильяса имеет хорошие вокальные данные, да такие, что стала солисткой ансамбля «Полярное сияние». А она тут пела, конечно, пела, плясала, как говорится. Она радовала весь Варандея. Конечно, если не организовать людям отдых, то и труд будет не очень производительным. Руководство экспедиции это понимало, а потому и делало, что могло в этом направлении, исходя из предлагаемых обстоятельств. У нас каждая суббота, воскресенье, танцы. Каждые праздники обязательно отмечали. Особенно относящиеся к бурению, геологу разведку, майские праздники, октябрьские праздники, Новый год. Все такие большие праздники мы всегда отмечали. Торжественно. И кроме этого, всегда со стороны руководства, своим работникам, как говорится, благодарности, поощрения, денежного рождения. Тогда, в середине 70-х, Илья Асмамлюдович не раз по делам приезжал и в Нарьинмар, и очень хорошо запомнил его особенности. В 76-й, 75-й год Нарьинмар, конечно, в основном деревянные домики, деревянные тротуары, где нет этих тротуаров. Ну, асфальт, можно сказать, не было, было бетонной дороги. Ну, это постепенно, постепенно. После, когда с приходом георазведочных работ Нарьинмар, можно сказать, начал оживать. Так же строительство, так же, как говорится, приход новых людей. Вот таким образом у меня Нарьинмар, как говорится, остался памятник. Ветеран Архангельск Гелл Добыча Илья Сапаев сейчас живет в Архангельске. Однако пенсионер он только по документам. После определенного времени его вновь позвали работать диспетчером на Варанты. Но теперь, по словам Илья Самомлюдовича, там цивилизация. И по собственному его признанию, он горд, что стал одним из участников огромного дела, которое сейчас приносит стране и Ненецкому округу большие дивиденды. Что Север не только закалил и укрепил его характер, став, по сути, второй родиной, но и тем местом, где сбылась его детская мечта об авиации. И пусть он лично не управляет воздушными судами, но его труд не менее благодарен следить за безопасностью и точностью авиаперевозок теперешнего большого Варантыского аэродрома, принимающего большие самолеты, который начинался с его первой вертолетки. Я, может быть, если был бы в другом месте, в другом районе уголка России, может быть, я, как перед вами, не стоял бы сегодня. Совершенно, может быть, чахленький, нехороший. Север меня действительно закалил. КОНЕЦ